Мы храним обиды, потому что нас с детства научили, что в этом нет ничего плохого. Ничего нельзя построить на фундаменте обиды. Вы должны простить. Вы должны простить своих обидчиков, тех людей, из-за которых вы теперь носите в сердце обиду, даже если вас обидели 20 лет назад. Приглашаем вас на проповедь доктора Крефла Доллара. Здравствуйте, меня зовут Крефла Доллар, и вы вовремя переключились на этот канал. На протяжении последних нескольких недель я учил, что говорит Божье Слово об эмоциях. Сегодня мы поговорим об обиде. Я уже проповедовал на эту тему ранее, но сегодня мы пойдем дальше. Я буду говорить о том, как обрести власть над этим чувством. Вы увидите, что вы имеете власть. Не ваши эмоции должны властвовать над вами, а вы должны властвовать над эмоциями. Если дьявол использовал против вас такое оружие, как обида, оставайтесь с нами, и ваша жизнь изменится навсегда. Произнесите вслух, у меня есть власть над своими чувствами. У меня есть власть над своими эмоциями. Я могу быть неуязвимым эмоционально. А теперь скажите вот что, и затем я продолжу. Меня больше никто никогда не сможет обидеть. Повторите. Меня больше никто никогда не сможет обидеть. Люди будут стараться сделать так, чтобы вы обиделись, и у вас будет много причин для обиды. И вам придется принимать решение. У меня есть много причин для обиды, но я должен принять решение. Я не пойду на поводу этих причин. А теперь откроем Священное Писание. Евангелие от Луки, 10 глава. Вместе прочтем. 19 стих. Готовы? Читаем. «Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам ничто». Ничто. Он не сказал «ничто, кроме одного». Нет. «Ничто» значит «ничто». Ничто не повредит вам. Повторите за мной «я». Вы видели, что мы только что сделали, и мы перенесли этот принцип в сферу веры. «Я». Эмоционально неуязвим. И я буду свободен от обид. Итак, одно из самых больших испытаний в жизни человека — это обида. Вы знаете. Из тех вас, кто был здесь на прошлом служении, мы прекрасно провели время. Если вы еще не знаете, мы никогда не отменяем служение, даже если... если... не имеет значения. Есть один принцип, который я хотел бы напомнить. Мы говорили о нем на прошлом служении. Обида лишает нас многих божьих благословений. Сегодня речь пойдет о преодолении обиды. Все, что я говорил до сих пор, было всего лишь вступлением. Чувства обиды. Обиженные чувства. Часто человек испытывает боль из-за чьих-то слов. Нас обижают чьи-то поступки. Люди говорят «Лает, но не кусает». Это неправильно. Слова могут причинить боль. Когда нас обманывают, нам становится больно. Когда нас неправильно понимают, нам больно. Все это может причинять боль. И для того, чтобы избавиться от боли, нужно признать, что вы обижены. Нужно быть честным с собой. Вы должны понимать, в каком состоянии пребываете, для того, чтобы измениться. А в чем цель обиды? Лишить вас божьих благословений. Лишить вас божьих благословений. Так уязвить ваши чувства, причинить вам душевную боль, чтобы увести вас из Божьей воли для вашей жизни. Вот цель любой обиды. Причинить такую боль вашим чувствам, сделать вам так больно, чтобы вы были расстроены и оскорблены в своих чувствах. Мы уже знаем, что такое эмоции. Это проявление чувств. И они могут придать вашим мыслям такое направление, что уведут вас от Божьего Слова. Только представьте себе жизнь человека, который не является христианином, для которого Божье Слово не является высшим авторитетом. У него нет основания, на которые он мог бы опереться. У таких людей нет высшего авторитета в жизни. У них нет четких принципов. Вы можете представить себе их жизнь. Их жизнь находится во власти эмоций. Прежде чем мы обрели Бога, наша жизнь тоже была во власти эмоций. Если бы не Библия, которая гласит, «Избегайте блуда, ибо тело есть храм Духа Святого», у нас не было бы ответа. Скажем, к вам подошла ваша дочь, «Мама, мне кажется, я влюблена в того парня, и я не против вступить с ним в интимные отношения». И мать, которая не пребывает в Божьем Слове, как она ответит? Как она ответит? Она может обратиться лишь к эмоциям, и она скажет то, что говорят на протяжении многих лет матери, не знающие Господа. «Дорогая, будет гораздо лучше, если ты дождешься замужества. Ты поймешь, когда придет твое время. Ты почувствуешь это». Как это возможно? Как понять, что время пришло, что пора заняться сексом с человеком, с которым не состоишь в браке? Как это почувствовать? Люди должны понимать, что принципы могут существовать только потому, что существует истина. «Она — основание всего». И когда человек избавляется от основания всего существующего, то что определяет порядок? Ведь так же устроен и закон. Для чего в обществе принимают законы? Для того, чтобы не было хаоса. Для того, чтобы был порядок. Давайте представим, что никаких законов больше нет. Представим себе, что мы просыпаемся однажды утром, а никаких законов больше нет. Делай все, что хочешь. И именно это и произойдет. Вы будете делать то, что вам захочется, иначе говоря, отдадите свою жизнь во власть эмоций. Будете делать, что вам захочется. Проявление именно этого мы и видим в Содоме и Гаморе. Они поступали так, как им хотелось. И как Бог отнесся к Содому и Гаморе, Он сказал, «Я уничтожу весь город». Авраам начал вести переговоры. «А что, если в городе есть десять праведников?» «Ладно, найдутся десять, я этого не сделаю». «А если пять?» «Ладно». «А если трое?» «Хорошо». А потом он даже сказал Лоту, когда тот выходил из города, «Все так плохо, что даже не оглядывайся». И мне нравится принцип, заключенный в этих словах, потому что зачастую человек, освободившийся от чего-то, оглядывается назад. Вы должны понимать, что многие люди превратились в соляные столбы. Жена Лота была не единственной. Зачем ей было оглядываться? Спасение было перед ней, она оглянулась назад. Как часто бывает, вы понимаете, что избавление перед вами, но вы оглядываетесь назад? Это проявление эмоций. Итак, вы, слушающие эту проповедь, можете продолжать слушать, но я знаю, как наполнить вас обидой. Я сделаю так, чтобы кто-то что-то сказал, чтобы кто-то что-то сделал. Сделаю так, чтобы ваш муж что-то сказал, что-то сделал. Я заставлю вас обидеться. Я сделаю так, чтобы это автоматическая защита, которой вы пользовались на протяжении всех этих лет. Что это за защита? Когда меня обижают, я окружаю себя стеной. Я должен отгородиться, чтобы защитить свои чувства, даже если это в ущерб моему будущему. И все это, все это план дьявола. Пришло время взять происходящее в ваши руки, в свои руки. Пора что-то с этим сделать. Мы не сможем получить благословение, исполнить предназначение, обрести то, что для нас приготовил Бог, не потому, что Бог не может нам этого дать. Не понимаю, почему Бог не сделал этого. Я молился, постился. Вы показали мне, почему Бог не сделал этого. Ваши эмоции заставили вас роптать. То есть вы сами лишили себя благословений, жалобы и ропот. Те же самые люди, которые праздновали с Моисеем, пели песни Моисея. Помните в 10 главе? Они, проголодавшись, угрожали, что побьют его камнями. Ты привел нас сюда умирать. Ты никчемный человек, ничтожество. Побьем его камнями. «О, я хочу есть!» И Бог сделал так, чтобы они питались манной на протяжении 40 лет. Это очень серьезно. Сколько вы будете позволять обиде управлять вашими эмоциями и уводить вас из Божьей воли? А вы думаете, что вы настоящий мужчина, потому что вы дали ход своим эмоциям и совершили что-то, в результате чего причинили вред своему будущему? Поэтому я и говорю, что настоящий мужчина — это человек, который умеет поступать с любовью, а не человек, который дает ход своему гневу. Вот что такое настоящий мужчина. «Пока вы не научитесь любить людей Божьей любовью, вы не станете таким, каким желает вас видеть Бог. Вы будете оставаться плотским, неукрощенным монстром». Да. Когда я это понял, я задумался, какова цель обиды? Лишить меня чего-то. Что делает обида? Она лишает меня благословений. Обида стремится лишить меня благ. Каких благ? Всего того, что обещал мне Бог. В следующий раз, когда к вам подступит обида, вам не нужно спешить. Идите прогуляйтесь, пройдитесь по комнате, погуляйте на улице, подумайте. И пусть ваше мышление придет в соответствии с Божьим Словом. И пусть ваше мышление подчинится Божьей любви. Пусть ваше мышление соответствует Божьему характеру. Поэтому и нужен сильный характер, чтобы стать успешным христианином. Мы должны уметь побеждать в этой игре под названием «Жизнь». Вы меня слушаете? В 18 стихе 12 главы притч говорится, что неправильные слова пронзают, как меч, а язык мудрых врачует неправильные слова. Итак, вы обиделись и думаете, «О, как сильно эти люди меня задели! Как сильно они меня обидели!» «Ну, теперь и я позволю себе выплеснуть эмоции, потому что ведь я должен защитить себя, свои чувства». Пожалуйста, ответьте на вопрос, почему так важно в подобном случае защищаться и выплескивать свои эмоции? Гораздо важнее защитить свое будущее. Кто-то вас обругал, и вы уже готовы уволиться, а ваших родителей 20-30 лет назад оскорбляли каждый день. Но у них не было такой роскоши, как гордость. Знаете, что такое гордость? Гордость — это предпочтение своих планов и желаний тому, что говорит Божье Слово. Гордость всегда поступает по-своему. Гордый человек — это тот, кто считает себя Богом, Господином своей жизни. И Бог не может помочь вам, потому что вы решили, что вы достаточно круты, чтобы справиться со всем самостоятельно. Бог тогда не может действовать в вашей жизни. Будьте мудрыми и не давайте место дьяволу. Теперь я знаю, что значит давать место дьяволу, когда Библия говорит «И не давайте место дьяволу». Теперь я знаю, что значит давать место дьяволу. Это значит дать ему свои эмоции и чувства, позволить ему управлять вашими эмоциями и чувствами, и у него будет место. Страх даст ему место. Я должен сказать вам прямо сейчас, страх — вот причина того, что вы отдаете свою жизнь во власть эмоций. Почему? Почему? Потому что вы боитесь, что Божье Слово, о котором вы должны размышлять, не сработает. Страх говорит «доверься чувствам». Страх становится причиной всего этого. Я хочу, чтобы вы были свободны. Я хочу, чтобы вы освободились навсегда. Я не знаю, пришла ли обида из-за развода, а может быть, кто-то сказал вам, что хочет быть с вами. Вы подумали, что он имел в виду замужество, а потом через месяц этот человек пришел и сказал вам, что не планирует вступать в брак. А может, обида вызвана болезнью, которой вас кто-то заразил, или вас кто-то предал, или что-то сделал. Мы храним обиды, потому что нас с детства научили, что в этом нет ничего плохого. Ничего нельзя построить на фундаменте обиды. Вы должны простить. Вы должны простить своих обидчиков, тех людей, из-за которых вы теперь носите в сердце обиду. Даже если вас обидели 20 лет назад. А иногда люди обижены на Бога за то, что Он не сделал чего-то, что, по их мнению, Он должен был сделать для них. Я не знаю, почему Бог не помог мне. Не знаю, почему Бог не благословил меня. Не знаю, почему Бог не помог мне получить эту работу. Я не знаю, почему Бог не исцелил этого человека. Вы не можете обижаться на Бога. Только Он в силах помочь вам выбраться из ваших проблем. Если вы будете обижаться на Бога, вам крышка. Но, несмотря на это, есть много людей. Они не сидят сегодня в этом зале, а может быть и среди вас есть такие, кто очень обижен на Бога. Бог, если ты такой всемогущий, тогда почему это не произошло? Если вы будете читать Библию, то поймете, что ваши ожидания не существляются, потому что всемогущий Бог дал вам власть на этой земле, а вы не пользовались данной вам властью, но позволили эмоциям управлять вами. Вот ничего и не получается, потому что когда вы отдаете власть своим эмоциям, они уводят вас от Божьей воли, и вы поезжаете на объездную дорогу длиной в 20 лет, а когда вы вернетесь на главную дорогу, то будете уже с седыми, старыми и усталыми, будете задавать себе вопрос, что же произошло 20 лет назад? Уязвленное чувство. Вы думаете, обида это несерьезно? Вы до сих пор обижаетесь на своего жениха, с которым расстались 5 лет назад, или на мужа? «Сейчас ничего уже с этим не поделаешь?» Я бы больше не носил в себе эту обиду. Может быть, и моя вина в этом есть, но слава Богу за его кровь. Кровь, которая меня омыла. И теперь я чист. И всякий раз, когда вы знаете, что делает дьявол, его самое сильное оружие — это мысли, которые он будет подбрасывать вам. Поэтому Библия и говорит, что мы должны пленять всякое помышление в послушании к Христу. «Всякий раз, когда вас посещает эта мысль, плените ее в послушании Божьему Слову. Пусть ваши мысли остаются в Божьем Слове. О, да, я знаю, это трудно, но первые 30-60 дней — это большой труд. Нет, я не буду пребывать в Слове. Нет, я этого не принимаю. Разве нельзя и поплакать?» Да, конечно, можно. Но можно и не плакать, если не хочется. Это лучше. Точно вам говорю? Это лучше. Я помню, когда мой отец отошел к Господу, я старался держать себя в руках, контролировал свои эмоции. Я не знал, как мне это удавалось. Я пришел домой, и Тэффи спросила, «Ты в порядке?» Я сказал, «Давай поплачем один раз, и все. Ты готова?» Начали. И так мы и сделали. Со мной происходило что-то странное, но в результате я понял нечто очень важное. Знаете, что произошло? Я мог сдерживать себя. Я мог сдерживать себя, но боль становилась сильнее, сильнее, сильнее и сильнее. И когда она усилилась, то заставила меня пойти на поводу моих эмоций, забудь о Божьем Слове, забудь о проповедниках, забудь о друзьях. Мы даже иногда говорим кому-то, «Иди домой, тебе лучше сейчас побыть одному». Да, можно поступать как хотите, но вы должны кое-что понять. Боль — это сконцентрированная мысль. Это сказано учеными. Боль — это сильно сфокусированная мысль, которая может проявить себя в физической сфере, что уже сейчас тоже доказано. Эмоциональная боль внутри человека оказывает влияние на его физическое состояние. Послушайте меня внимательно. Эмоциональная боль внутри человека оказывает влияние на его физическое состояние. Боль и обида в сердце человека может стать причиной болезни. Стрессы, окружающие нас отовсюду, могут даже убить человека. Убить человека. Вы полагаете, что нет необходимости учиться управлять своими мыслями? Вы полагаете, что не нужно учиться управлять своими эмоциями? Вы полагаете, что не так уж важно изучать Божье Слово, чтобы точно различать, где добро, а где зло? Однако, учитесь этому. Этому нужно учиться. Я не смогу возложить на вас руки и сказать, примите власть над своими эмоциями во имя Иисуса. Этому нужно учиться. Всегда, возвращаясь к каникул, вам приходится что-то вспоминать из ранее изученного. Итак, это боль, это обида. Так захватило меня. Единственное средство, которое у меня тогда было, тогда я не знал Божье Слово так хорошо, единственный выход, который я тогда мог представить, войти в комнату и разрыдаться. И я кричал так сильно, что все домашние сбежались посмотреть, что произошло. Но после такого выброса эмоций моя боль ушла. И я стал искать в эмоциях средства от боли. Потому что я больше доверял своим чувствам, эмоциям, чем Божьему Слову. Как жаль, но раньше я не знал, что могу ухватиться за Божье Слово и воспользоваться властью, данной мне Божьим Словом, что могу сказать, «Тот, кто во мне, сильнее того, кто в мире!» Немногие люди готовы сделать это. И послушайте меня, нечто подобное происходит с каждым из нас в обыденной жизни. Нам бывает очень больно. И если вы теряете близкого человека, вам больно. Но в этот момент боль и обида действуют против вас, чтобы вывести ваши эмоции из-под вашего контроля. Поймите меня правильно. Я не говорю, что вообще никогда нельзя плакать. Это решать вам. Это полностью ваше решение. Я буду жить на другом уровне. Я не знал этого раньше. У меня не было об этом откровения. Я не понимал этого прежде. И даже если бы я это понимал, у меня не было достаточного знания, Божьего Слова, чтобы поступать соответственно. Но если я начну осуществлять это в мелочах в повседневной жизни, то когда я столкнусь с большой болью, я буду подготовлен и смогу выстоять. Зная Божье Слово, я не позволю своим эмоциям контролировать ситуацию и увести меня от правильного решения. Может быть, я уже близок к решению, а мои эмоции уводят меня от него. Послушайте меня. Ваши эмоции — это враг номер один. Вместо того, чтобы бороться с ними, мы сдаемся им на милость. И так будет в последние дни. Бог будет говорить через людей Божьих, но будут некоторые, которые скажут, «Я в это не верю». Ну и пусть. Для того, чтобы добиться в жизни успеха, вам придется разобраться со всем, что причиняет вам боль, с давними обидами, которые преследуют вас годами. Вам придется разобраться. Придется разобраться. Женщина пострадала в одном браке, развелась, и вот она вновь выходит замуж, так и не разобравшись с прошлым. И если в новом браке появится хотя бы намек или что-то похожее на прошлую боль, то в браке будут проблемы, а муж не будет иметь ни малейшего представления о причинах этих проблем. Она не хочет об этом говорить, потому что ей больно даже упоминать об этом. И этот новый брак вот-вот развалится, потому что человек отказался разобраться с болью и обидами, причинами которых стали события прошлого. Нельзя построить новое здание на фундаменте обиды. Нельзя. Конечно, всегда есть такие искушения обидиться на Бога. Бог, как ты мог это допустить? Это потому, что в церкви мы недостаточно говорим о власти. Легко обвинять Бога, легко обвинять дьявола, а мы, облаченные во власть, отказываемся брать на себя хоть какую-то ответственность. А Иисус сказал, «Все даю вам власть наступать на змей». Наступать — значит обладать абсолютной властью. Наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Если кто-то начнет обвинять вас, выступать против вас, то никакие слова, направленные против вас, не смогут уязвить вас, и голос, обвиняющий вас, вы сами осудите, ибо это ваше наследие. Это то же самое. Помните, мы не знали, как поступать с мыслями. Что поделать, если в голову пришла плохая мысль? Это свойственно человеку. Это естественно, когда в голову лезут плохие мысли. Я никогда не забуду, как я стоял в продуктовом магазине, и передо мной стояла пожилая женщина. Я помню, как ко мне пришла мысль. Интересно, что произойдет, если я ее шлепну? Что произойдет? Что она на это скажет? Что сделает? Как она отреагирует? Разве это не ужасно? Это просто кошмар, сумасшествие. И я подумал, минуточку, ведь я совсем не такой. Откуда это во мне? Это пришло от дьявола. Но у вас есть над этим власть. Я слушал запись одной проповеди, где брат Хейген сказал, нельзя запретить птицам летать над вашей головой, но вы можете помешать им свить гнездо на вашей голове. И я понял, я могу управлять мыслями, которые приходят мне в голову. Да, но ведь это невозможно. Никто не может управлять своими мыслями. Мысли приходят сами, плохие или хорошие, я не знаю. Я же не создаю сам мысль, она просто приходит. Я смотрю в Священное Писание, и вот оно. Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Существуют твердыни в нашем мышлении. Это я знаю, но далее написано, что мы можем пленить любые, не какие-то отдельные, а любые мысли. Я могу пленить любые мысли, которые восстают против познания Божия. Это значит, что я могу пресечь любую свою мысль, например, глупую мысль о том, чтобы ударить пожилую женщину. Потому что так написано в Библии. Я даю вам власть над всяким замыслом дьявола. Да, дьявол может подбрасывать мысли, которые будут летать у меня над головой, но я могу контролировать это. Иначе Божье слово — ложь. Моя высшая власть, основание всей моей власти, находится в Божьем слове. Без Божьего слова у моей власти нет основания. Но в Божьем слове я нахожу основания для того, чтобы преодолевать любые дьявольские замыслы. Мне просто нужно научиться пользоваться этим словом. Я не могу просто бросить в человека Библию, приговаривая «абра-кадабра». Это просто дьявольское издевательство над говорением на иных языках. Да, слова вроде «абра-кадабра» — это дьявола. Это насмешка над иными языками. Потом я понял... Потом я понял, что слова, исходящие из уст моих, могут пленить неправильную мысль, пришедшую мне в голову.